Всем уже порядком надоела эта коронавирусная изоляция, но, к сожалению, не все в человеческих силах. Ежедневно сотрудники Госадмотехнадзора совместно с полицией и представителями администрации выходят на улицы и проверяют соблюдение режима ограничений. Граждане должны носить маски в общественных местах. Обязательное ношение масок в объектах розничной торговли, в аптеках, в общественном транспорте, включая такси, а также обязательное ношение масок гражданам на предприятиях, которым разрешено осуществлять хозяйственную деятельность. Лучше носить маски на улице. Маски и перчатки. Вы видите, да? Сотрудники Госадмотехнадзора, полиции. Мы все работаем в масках и перчатках. И вот сразу же на площади перед дворцом водного спорта «Дельфин» стайка молодежи. А вы слышали про соблюдение режима самоизоляции? Тем более, что массово собираться не рекомендуется. Слышали. Слышали. А почему нарушаете? Ребята уже достигли возраста, когда могут быть привлечены к административной ответственности. Но сегодня ограничились профилактической беседой. Сейчас вы дружненько встаете и все по месту жительства бываете месту жительства. То есть давайте будем соблюдать режим самоизоляции. Потому что вам уже исполнилось 14 лет всем. И вы можете быть привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции составляет 4000 рублей. Будете добры. Пройдите место жительства по домам. Для подростков это все какая-то игра. Но шутки могут плохо кончиться для их возрастных родственников. И похоже, они этого пока не понимают. А этот гражданин хоть и в маске, но пиво в качестве дезинфицирующего средства не работает. Да и законом не дозволяется распивать в общественном месте. Им займется полиция. Тут же рядом один из сетевых супермаркетов. Сотрудники госадмтехнадзора решают проверить его. Осмотр начинается с кассы. Социальная дистанция. Будьте добры. Разметочка нанесена для кого. Будьте добры. Соблюдайте, пожалуйста. А вот девушка входит в магазин не совсем так, как полагается в нынешних условиях. Делаем замечание и рекомендуем соблюдать маски. В дальнейшем возможно будет применение административного штрафа в размере 4000 рублей. Поэтому вы будете добры, соблюдайте. Необходимые меры или считаете она излишняя? Ну почему лишняя? Это в цели безопасности, для профилактики. Особенно сейчас, на время пандемии, конечно. У меня и перчатки с собой. Сейчас наденем. Все с собой. Если внутри магазина все в порядке, то по входной группе есть замечания. На прилегающей территории мы видим, что данная специальная разметка не нанесена. Значит, наш сотрудник сейчас сделает фотофиксацию. Значит, и мы направим уведомление законному представителю, юридическому лицу о вызове для составления протокола по части 1 статьи 26.1 для возбуждения дела об административном правонарушении. А вот еще группа молодых людей. Группский есть? Да, скажите. Секундочку. У этого мужчины есть электронный рабочий пропуск. Как только начался этот карантин, сразу выдали нам всем пропуска. Да и, в принципе, нет никаких сложностей. А где вы работаете? В продуктовом, да, на Влянске, на Каганом. Как вообще относитесь к этому режиму? Карантин? Ну, как, как. Ну, если надо, значит, надо. Ну, так, на самом деле, не знаю, ну, трудно маска и тяжело дышать, на самом деле. Я бываю часто, может, снимаю. Вот. Ну, так, у меня вот с собой есть, если что, дезинфектор. Это не реклама, мне не платили. А вот у остальных ребят проблемы. Один из них предоставил электронный пропуск не на свое имя, другого пропуска нет. Вы, значит, нам, оправдательным документом представили местонахождение. Вы, значит, нарушили режим самоизоляции. Режим самоизоляции. Значит, вы должны находиться по месту жительства. При предоставлении, значит, пропуска, если смогут представить, значит, те будут отпущены, соответственно. Те, в отношении, у которых нет пропуска, будут составлены протоколы об административном правонарушении. Такие рейды проходят ежедневно. Проверяют и отдельные граждане объекты торговли. Хочется верить, что все эти меры помогут скорее всем нам вернуться к нормальной жизни. Денис Нитков, Евгений Стародубов. Новости Искровект. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...